Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Если вы следите за нашим каналом, то наверняка обратили внимание, что мы недавно вернулись из королевства Нидерлан. Основной целью нашей поездки было получение знаний по приготовлению сыра. И мы собственно говоря эту цель реализовали. Мы побывали на фестивале сыра в Гауде и побывали в нескольких небольших сыроварнях. Так вот, друзья, к чему я все это... Теперь у нас грандиозные планы. Мы будем готовить много разных гауд. Для меня раньше сыр Гауда ограничивался тем, что я видел на полке магазина. Когда я побывал в Нидерландах и в самом городе Гауда, я был просто в шоке от количества видов сыров Гауда. Их просто невероятное количество. Основа и как бы основные этапы приготовления всех этих сыров очень похожи. Поэтому сейчас мы снимаем видео о базовом рецепте Гауды. Мы будем делать сырочки Бэби Гауда. Это будут маленькие сырочки. Все последующие сыры мы тоже будем делать в формате Бэби Гауда. Вы же можете их делать для себя, или если вы делаете для продажи, в формате обычной Гауды, обычного стандартного размера. Вообще, как оказалось, сыр Гауда невероятно многогранен. Вот эти Бэби Гауды, это маленькие сырочки. Мы вот в таких вот формочках будем делать. Они высотой где-то 50-60 миллиметров и диаметром 110 миллиметров. Так вот эти вот сырочки делаются со сроком вызревания, начиная от двух недель Гауда. Можете себе представить? Совсем фреш-фреш молодая Гауда. До трех лет. Кстати, для себя еще открыл одну такую... Я думал, что Нидерланды это обязательно вот такие 15-килограммовые головки сыра. Ничего подобного. Маленькие сыроварни, которые... Ну, во всех населенных пунктах огромное количество сыроварен. Вообще, Нидерланды... Можете посмотреть наше видео, кстати, на нашем туристическом канале, там где мы снимаем влоги о наших путешествиях. Там есть видео о нашем путешествии в Голландию. Так вот, маленькие сыроварни варят небольшие гауды. Варят головки весом 2-3 килограмма. То есть, это головки диаметром 20 сантиметров и высотой где-то порядка 8-10 сантиметров. И варят их огромное количество сыров. Да, так я опять ушел в сторону. Ну, вы знаете, я люблю много поговорить. Мы привезли с десяток рецептов разных сыров гауда. Мы будем готовить в формате baby-гауда. И для того, чтобы каждый раз не делать длинное видео, мы сейчас снимаем базовый рецепт. И в следующих видео, там где мы будем снимать гауду с лавандой, гауду с паприкой, гауду песто и всякие другие гауды, мы будем отсылать вас к этому базовому видео, в котором показаны все основные моменты. А дальше будем, как бы, нюансы, которые, допустим, гауды песто касаются, освещать в новом видео. А то, что базовое, говорить, вот здесь вот, делаем так же, как в основном видео в базовом рецепте гауды. Итак, друзья, давайте приступим. В первую очередь, о оборудовании. Если вы начинающий сыровар и еще не знаете, как варить сыр, что нам понадобится? Либо домашняя сыроварня, либо обычная водяная баня, сконструированная из двух кастрюль, там, где меньшая кастрюля помещается в большую, наливается водички, так, чтобы дно касалось, дно меньшей кастрюли касалось уровня водички, получаем классическую водяную баню и желательно готовить сыры только так. Желательно избегать прямого нагрева. Далее нам понадобится либо мешалка для зерна, либо вот такая вот универсальная мешалка механическая, которая очень классно справляется и с перемешиванием зерна, и очень помогает при пастеризации. Если вы еще не сделали себе такую мешалку, в описании видео будет ссылочка о том, как ее можно сделать со всеми чертежами, либо же можно заказать у нас. Понадобится нож для нарезки сгустка. Можно использовать либо лиру, либо заточенный шампур. Я покажу, как это делать. Естественно, понадобятся формы для сыра баня. Стандартного формата. То есть, опять же такие, каких-то стандартов, вот меня очень удивило, что каких-то стандартов в гауде и вообще в голландских сырах нету. Бэби гауда и маленькие гауды весом до 5 килограмм. Единственная у них как бы вот особенность то, что краешки закругленные. Вы увидите, какой сырочек из этой формы получится. А большие головки делают в обычных формах с прямыми углами ничего особенного. И когда вам будут говорить, что стандарт голландского сыра это 15 килограмм головка, не верьте. Большинство маленьких крафтовых сыроварень делает как раз небольшие головки. Также нам понадобятся закваски, фермент и хлористый кальций. Все эти ингредиенты предоставлены нам интернет-магазином сырок.com.ua. Ссылочку на интернет-магазин, а также промо-код на скидку от нашего канала найдете в описании видео. В интернет-магазине сырок.com.ua вы можете купить как готовые наборы, в частности для приготовления сыра гауды, так и закваски, ферменты, хлористый кальций, красители для сыров и многое другое по отдельности. Также большой выбор форм и некоторые инструменты для приготовления сыра. В общем, зайдите, посмотрите, если будете что-то покупать, не забудьте воспользоваться нашим промо-код. Количество всех ингредиентов, а мы сегодня готовим из 10 литров молока. Так вот, количество всех ингредиентов на 10 литров молока, а также пошаговый рецепт приготовления сыра будет в описании видео. Вкратце расскажу, нам понадобится мизофильная негазообразующая культура. Так, я расписал в описании, какое количество. Молокосвертывающий фермент в любой форме. Рекомендую использовать растительный или микробиальный фермент. То есть, либо растительный химозин, либо микробиальный фермент. Сычужный фермент дает более правильный вкус сыру, но при этом более капризен при приготовлении сыров и при транспортировке, что самое главное. И понадобится хлористый кальций, так как мы готовимся из пастеризованного молока. Несколько слов о молоке. Домашний сыр, причем любой домашний сыр, можно приготовить из магазинного молока. Главное, чтобы это молоко не было ультрапастеризованное и не было длительного срока хранения. Из молока длительного срока хранения сыр не получится. Обычное пастеризованное магазинное молоко использовать можно. Также можно использовать фермерское молоко. А в частности, мы в данном случае используем фермерское молоко. Вопрос пастеризации. Смотрите, если вы покупаете молоко на рынке, то пастеризацию делать нужно обязательно. Если вы покупаете у знакомой хозяйки или у вас свои животные, то пастеризацию можно опционально не делать, руководствуясь следующим правилом. Если у вас сыр до месяца вызревания, то по большому счету можно обойтись без пастеризации. Если сыр больше месяца вызревания, то желательно сделать пастеризацию. В данном случае у нас сыр будет вызревать месяц, поэтому мы делаем пастеризацию, которая также обеспечивает нам повторяемость вкуса сыра от варки к варке. Дело в том, что в коровьем молоке огромное количество всяческих молочнокислых бактерий разных культур. И вот для того, чтобы получить повторяемый результат, лучше все эти культуры вначале, так сказать, уничтожить, что и делает пастеризация, а после этого внести свои молочнокислые культуры, которые обеспечат нам повторяющийся результат приготовления сыра. То есть от одной варки к другой у нас будет получаться сыр одного вкуса, если мы будем делать его по одному рецепту. Если же мы используем не пастеризованное молоко, то те бактерии, которые молочнокислые, которые уже находятся в молоке, они могут незначительно, а могут и среднезначительно изменять вкус сыра. Что же касается самого молока, молоко для приготовления любых сыров должно быть созревшее. То есть молоко должно быть вчерашней, вечерней дойки, если мы готовим сыр сегодня днем. При этом после дойки оно должно быть охлаждено до температуры 10 градусов и вот в течение чуть больше, чем половина суток хранится в охлажденном состоянии созревать. Если использовать свеженадольное молоко, сыр из него не получится. Для пастеризации нагреваем молоко до температуры 65 градусов, выдерживаем паузу 15 минут, после этого охлаждаем молоко. Мы в сыроварне охлаждаем молоко с помощью водяной рубашки, а мешалка здесь сейчас установлена для того, чтобы молоко более равномерно нагревалось при нагреве. Если у вас нет водяной рубашки в мешалке, ну в принципе можно использовать еще и чиллер для охлаждения молока, это такой змеевик, который подается холодная вода. Если вы готовите небольшими объемами, можно нагреть молоко в кастрюле, выдержать паузу, после этого поставить кастрюлю в емкость с большой водой, с холодной водой, извиняюсь, и охладить. Чем быстрее вы охладите молоко после пастеризации, тем лучше. Дело в том, что во время охлаждения в любом случае из воздуха в молоко будет заселяться бактерии. Так вот, чем меньше у этих бактерий времени, тем лучше и прогнозируемый будет результат приготовления сыра. Итак, друзья, мы пастеризуем наше фермерское молоко, нагреваем его до 65 градусов, выдерживаем паузу, охлаждаем до температуры внесения закваски, мизофильной закваски прямого внесения. В данном рецепте у нас эта температура 30 градусов и возвращаемся. В пастеризованное молоко, охлажденное до 30 градусов, вносим хлористый кальций. Норма внесения 10% раствора хлористого кальция из расчета 3-4 мл на 1 литр молока. Это в пастеризованное молоко. В не пастеризованное молоко хлористый кальций можно не вносить, но мое мнение, что вносить из расчета 1 мл на литр молока желательно. Получается лучше выход сыра и лучше качество сыра. Вносим хлористый кальций, перемешиваем молоко и оставляем его на несколько минут. Далее вносим закваску. Закваску прямого внесения в нужном количестве рассыпаем по поверхности молока и оставляем на 2-3 минуты для того, чтобы культура регидратировалась, чтобы не взялась комочками. После этого, друзья, накрываем молоко крышкой и оставляем его на 45 минут для повышения кислотности. Закваска будет активизироваться, бактерии будут размножаться, создавать колонии и закислять молоко. При этом поддерживаем температуру 30 градусов. Через 45 минут вносим молокосвертывающий фермент. Кстати, молокосвертывающий фермент в любой форме, в какой бы он ни был, либо в сухой, либо в жидкой. Нужное количество фермента растворяем в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. Вносим молоко, хорошенько перемешиваем. Для определения точки начала образования сгустка на поверхность молока помещаем продезинфицированную капроновую крышечку. Сейчас она спокойно крутится. Засекаем время и каждые 5 минут проверяем крышечку на вращение. Как только она начнет прилипать, значит, начал образовываться сгусток. Это называется точка флокуляции. Через 10 минут крышечка прилипла к поверхности молока. Видите, я ее проворачиваю, она возвращается назад. Значит, наступила точка флокуляции, начал образовываться сгусток. Теперь, друзья, оставляем сгусток, рассчитываем время, коэффициент у нас или мультипликатор для этого сыра 3. То есть, умножаем 10 минут на 3, получается 30. На оставшиеся 20 минут оставляем сгусток в покое формироваться. При этом поддерживаем постоянную температуру 30 градусов. Друзья, прошло 30 минут, проводим тест на чистый рез. Разрезаем сгусток, разводим края. Если края ровненькие и глянцевые, значит, можно приступить к порезке. Разрезаем сгусток на небольшие столбики. Размером надо стараться, чтобы они получились меньше сантиметра. Эта процедура называется постановка зерна. Вначале разрезаем в одну сторону, даем сгустку отдохнуть, ну, где-то минутки-две. После этого разрезаем конфидикулярно, чтобы у нас получились именно вот такие вот вертикальные столбцы. Желательно, чтобы они получились ровненькие и достаточно тонкие. Я же говорю, идеальный размер это чуть меньше сантиметра. После этого нарезанный сгусток оставляем отдыхать на 5 минут. Через 5 минут столбики уплотнились и над ними появилась сыворотка. Самое время разрезать по горизонтали. Можно это делать с помощью лиры, можно сделать с помощью ножа, введенного под углом. 45 градусов, но, конечно, лирой значительно удобнее. Режем сгусток и оставляем его еще на 5 минут. При этом все время поддерживаем нужную температуру. Зерно осело, отдало часть сыворотки и немножко уплотнилось. Начинаем медленно вымешивать зерно. Либо включаем мешалку, я включаю мешалку с реверсом, либо же вымешиваем руками, ну не руками, а шумовкой. Шумовкой, вот забыл уже, такая классная штука-мешалка, что забыл, как называется шумовка. Вымешиваем зерно в течение 5 минут. После этого на 5 минут оставим его отдохнуть, чтобы оно осело на дно кастрюли. К этому времени у нас должна быть подготовлена вода, где-то примерно в общем и целом литра 4-5, температурой 40 градусов. Мы будем замещать часть сыворотки водой в несколько этапов. Через 5 минут зерно отдохнуло, отбираем литр сыворотки. Вот таким вот образом. То, что у нас попало в друшлачок, возвращаем назад. И добавляем, вносим сюда литр воды, температурой 40 градусов. Температура должна сейчас подняться до 37 градусов. Если в результате внесения воды температура не поднялась, то тогда догреваем немножко. Начинаем вымешивать сгусток в течение 10 минут. Зерно уплотнилось и стало значительно меньше в размере. Вот такое вот должно быть. Оставляем его на 5 минут, для того, чтобы оно осело на дно. Будем опять отбирать часть сыворотки. Готовим воду температурой 40 градусов в количестве 30% от начального количества молока. То есть 3 литра в нашем случае. Зерно осело. Аккуратно отбираем 3 литра сыворотки. Используем друшлаг, чтобы наши зернышки у нас не убежали никуда. Если что-то и попадет в друшлаг, возвращаем его назад в сыроварню. Добавляем 3 литра воды температурой 40 градусов. Начинаем вымешивать зерно в течение 20 минут. Но опять же таки, если мешалки нету, друзья, то вымешиваем шумовкой. Но лучше сконструируйте себе такую мешалку. Посмотрите мое видео. Штука очень удобная. Температура должна сейчас достигнуть 37 градусов. Если она не поднялась до 37 градусов, значит чуть-чуть догреваем. И вымешиваем зерно, поддерживая температуру 37 градусов в течение 20 минут. Через 20 минут вымешивания зерно еще стало меньше в размере и уплотнилось. И вот смотрите, оно должно стать таким достаточно упругим, с глянцевыми, плотными краями. И хорошо слипаться. Если этого эффекта нету, тогда можно вымешивать еще минут 5. Если этот эффект достигнут, друзья, тогда оставляем зерно отдыхать на 10 минут, поддерживаем температуру 37 градусов. Оно опустится на дно, оно сразу же тонет, как видите. Это, кстати, тоже важно. Зерно должно быстро опускаться на дно. Опустится на дно и сформируется в такой уже первоначальный пласт. Через 10 минут аккуратно отбираем сыворотку до такого уровня, чтобы помещенная в сыворотку под слой сыворотки форма была полностью ею подпокрыта. У меня, к сожалению, есть только две формы под бэби гауду. Скорее всего, все зерно в них не поместится. Поэтому я буду дополнительно использовать еще какую-нибудь форму. Обеззараженные формы помещаем под слой сыворотки и наполняем зерном, стараясь не вынимать из-под слоя сыворотки. Я специально эту сыворотку оставил здесь рядышком. И после того, как наполню формы, я залью сверху еще некоторое количество сыворотки, для того, чтобы сыр у нас сформировался именно под слоем сыворотки. Вот таким вот образом действуем. Слоями помещаем зерно, уплотняем его и следующий слой. Заполненные формы накрываем поршнем, для того, чтобы сыр у нас правильно формировался, и отставляем под слоем сыворотки на 15 минут. Самопрессоваться никакого веса сверху не добавляем. В результате вот такое количество сыра у меня не поместилось формы. То есть, следовательно, на две формы беби-гауды, которые полукилограммовые считаются, надо брать не 10, а 9 литров молока, тогда будет идеально. По прошествии 15 минут извлекаем сыр из сыроварнии и помещаем под пресс. Прессуем по следующему регламенту. Первое прессование полчаса. Через полчаса переворачиваем сыр в форме, то есть, извлекаем его из формы, отправляем форму другой стороной, ну, вверх ногами, я не буду это показывать. Вот, совершенно простая процедура, и вы все с ней знакомы. Вот, то есть, открыли формочку, извлекли сыр, другой стороной положили формочку, сверху пресс, и прессование второе. Веса. Первое прессование прессуем весом 4-5 килограмм. 4 лучше, да. Беби-гауды лучше 4 килограмма. Через 30 минут переворачиваем сыр в форме и ставим на второе прессование. Прессуем весом 6-7 килограмм в течение 7-8 часов. То есть, ну, вот час вот вечер, прессуем до утра. А утром, друзья, продолжим работу с беби-гаудами. Друзья, на следующий день сырок спрессовался, можно извлекать его из-под пресса и помещать в рассол. Значит, рассол мы готовим следующим образом. 4 литра воды, 1 килограмм поваренной соли, это получается 20-ти процентный насыщенный соляной раствор. Доводим до кипения, охлаждаем до комнатной температуры. После этого в рассол добавляется именно вот в эти пропорции, добавляется хлористый кальций 4 грамма и 4 столовые ложки уксуса. Это делается для того, чтобы сыр в рассоле не замыливался. Хорошо, он у нас спрессовался. Тут ручка есть. В наших новых классных формах есть ручка. Надо будет немножко головку подровнять. Ну-ка, втема отсюда. Опа. Вот такие вот у нас головочки получились. Немножко поршень завязает. Завязает, получается, сырочек. Поэтому придется ножиком взять его подровнять. Отправляем его на засаливание. Головка весит ориентировочно 250 грамм. Поэтому засаливаем из расчета. Засаливаем из расчета, друзья, 1 час на 100 грамм сыра. Таким образом, 2,5 часа уйдет на засолку. После этого сыр извлекаем из рассола. Помещаем на дренажный коврик. И на дренажном коврике высушиваем в течение суток при комнатной температуре. Сигналом тому, что сыр высох и готов к покрытию, ну, готов к тому, чтобы его покрывать покрытием, будет то, что тактильно он будет абсолютно сухой. Итак, друзья, произойдет это уже завтра. Будем покрывать сыр латексом. После того, как сыр подсох, то есть вот он так тактильно должен ощущаться как сухой, друзья. Покрываем его покрытием. Можно покрывать латексом, можно покрывать воском. Я рекомендую использовать покрытие паракот на водно-полимерной основе. Покрытие очень классное тем, что практически не имеет запаха. Покрываем сырок сначала с одной стороны, вот так вот до половины. После этого ожидаем, пока он подсохнет. И покрываем с другой стороны. Лучше покрывать в два слоя. После этого, друзья, отправляем нашу Бэби Гауду в камеру для созревания, в климатическую камеру. Идеальные условия для созревания это 10-11 градусов температура и 75-80% влажности. Если вы еще не сделали свою камеру для созревания, в описании видео найдете ссылочку на видео, как своими руками сделать камеру для созревания, климатическую камеру из обычного холодильника. В этом видео я рассказываю полностью, как это сделать. Там три видео всего. Первое видео о самой автоматике. Второе видео, как она устанавливается в камеру для созревания. И если вы не хотите заморачиваться сами делать автоматику, сами собирать контроллер, будет ссылочка на наш сайт, на котором вы можете заказать у нас готовый контроллер с отправкой в любую страну мира. В самом крайнем случае, если у вас и нету камеры для созревания, и делать ее не собираетесь, можно, в принципе, так как не длительный срок созревания этого сыра, и он у нас покрыт, можно созревание провести в обычном холодильнике. Для этого нам потребуется делать что-то и говорить одновременно достаточно сложно. Для этого нам, друзья, потребуется контейнер пластиковый. Помещаем сырок в пластиковый контейнер на верхнюю полку холодильника. На верхней полке самая высокая температура. Конечно, это превентивная мера, и все-таки лучше найти, если вы уже так решили заниматься приготовлением сыра, лучше найти старый холодильник и сделать полноценную из него климатическую камеру. Кстати, подходят даже вот такие вот старые советские холодильники Днепр и Донбасс. Все, отправляем нашу бэби-гауду на созревание на 30 дней. Через 30 дней ее дегустируем. И следующие видео будут уже о рецептах голландских сыров, о рецептах гауды с наполнителями. Ну, первое, наверное, будет гауда-песто все-таки. Друзья, наши бэби-ки готовы. Созревали они 30 дней. Кстати, выяснили, меня сразу удивил такой маленький выход сыра. Выяснили, оказывается, у одной из коровок был теленочек. Вот, поэтому в таких случаях выход маленький. И вот получилась у нас такая гауда. Смотрите, гауда, в принципе, такой сыр, ну вот в Голландии есть фреш гауда. Это сыр с недельным сроком вызревания. Для бэби-ка в месяц самый раз. Сейчас вам покажу крупный план, разрез. Вот именно в таком форма, в форм-факторе, этот сыр полноценно практически созревает за месяц. Если его выдержать месяца три, то по сути это уже будет старая гауда. Три-четыре месяца. То есть процессы, за счет того, что он малюсенький, происходят в нем значительно быстрее. Давайте посмотрим разрез. Вот так вот он выглядит. Очень характерный для гауда рисунок с незначительными глазками. Ну и сам сырок получился хороший, реально хороший. Вот я по виду чувствую сейчас, что сыр будет потрясный. Итак, друзья, по аромату классический голландский сыр, чуть-чуть сладковатый аромат с запахом голландских полей. Конечно же, я шучу с запахом украинских полей, потому что не на голландских полях пошли послить наши коровки, а на украинских. Очень классный аромат, очень классный сырочек. И по вкусу... По вкусу бомба. Бомба. Просто вообще. Вообще бы с кислинки. Идеальная гауда, идеальные бэбики. По вкусу вот он ничем не вступает сырам, которыми мы просто отъедались в Амстердаме на бесплатных дегустациях. По вкусу отлично получился. Итак, друзья, собственно говоря, основная тема этого видео было не научить вас готовить гауду, потому что гауду вы готовить наверняка умеете. У нас только на канале штук 5 разновидностей гауды. А сделать базовый рецепт для приготовления гауды песто. На сегодняшний день уже отснято зеленая гауда песто и голубая гауда песто. В ближайшее время будет отснято видео, эти сыры созревают. В ближайшее время будет отснято видео с красной гаудой песто. И, соответственно, по мере созревания вы будете видеть эти видео, видеть эти рецепты. Я их специально делал коротенькие, только именно то, что касается песто. А во всех сходных с обычной бэби гауда операциях мы отсылаем вас на вот это вот видео с базовым рецептом бэби гауды. Вот такая вот, просто чтобы не делать одно и то же, как бы, потому что очень много повторяющихся операций, чтобы сделать короткие видео и чтобы вам было удобно пользоваться. Один раз, как бы, посмотрев это видео, вы потом уже все песто будете делать, только используя основные моменты, то есть, что касается того или иного рецепта песта. А все базовые моменты щерпаем из вот этого вот видео, из этой рецептуры. Собственно говоря, если вы никогда не готовили еще гауду, приготовьте по этому рецепту. Сыр вас просто удивит и порвет. Поверьте, в магазинах такого не купишь, друзья. Ну, в общем-то, на этом все. Говорите бэби гауду, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик обязательно, чтобы не пропустить наши видео с песта. А это действительно уникальные видео, аналогов в интернете нет. Всю технологию мы привезли именно из Нидерландов. Это совершенно правильная технология, я в этом практически уверен, потому что я сам лично присутствовал, сам смотрел, как это делается. Но не я сам, мы с Ларисой, конечно, это делали, что-то я разъякался. Естественно, мы делали это вдвоем. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, я уверен, что в ближайшее время мы порадуем вас тремя видами гауды песта. Потом еще у нас в планах старый голландец, то есть старый голландский сыр, тоже очень интересный сыр. В общем, планы у нас далеко идущие, друзья, поэтому нажимайте на колокольчик, не забывайте, чтобы ничего не пропустить. Мы готовим для вас новые сыры, колбасы и вкусный алкоголь. Всего доброго, пока!